Подготовка к всероссийскому голосованию за объекты благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным, началась в Свердловской области. До 1 февраля формируется список площадок, за которые жители региона смогут отдать свои голоса. В предстоящей кампании будут выбираться объекты для благоустройства на 2025 год. Сейчас готовится официальный комплект документов, в том числе дорожная карта по организации проведения голосования. В голосовании принимают участие жители старше 14 лет, проживающие в муниципальных образованиях с численностью свыше 20 тысяч человек, а также на территории муниципалитетов, в состав которых входят города и моногорода. В Свердловской области это 55 муниципалитетов. В 2023 году по нацпроекту выполнено благоустройство 60 объектов. Так в Полевском закончили благоустройство общественной территории «Новая коммунка». Сейчас здесь можно увидеть три тематические зоны – школьная площадь, ландшафтный сквер и площадь Победы. Каждый объект имеет свое историческое значение. Так, на площади Победы появилась волнообразная скамья, символизирующая реку Часовую. Макет махао-колеса внешне повторяет настоящее, установленное в музее Северской домны. В ландшафтном сквере скамьи сделаны в форме барок, на которых сплавляли первую продукцию завода по реке Часовой. На фасадах блистающих домов созданы муралы, река Времени. Пять стен превратились в холсты, на которых изображена история появления и развития города Полевского. На благоустройство коммунки потратили больше 224 миллионов рублей. Улица стала местом притяжения для отдыха полевчан и гостей города. Сегодня в южной части города продолжается реконструкция парка. Работы предполагалось провести в течение трех лет, но благодаря усилиям подрядной организации у полевчан есть шанс встретить уже следующий день города на облагороженной и отремонтированной территории. Общая стоимость работ первого этапа реконструкции составила более 76 миллионов рублей. Сюда входит территория Аллеи Славы и еще две зоны. Это площадка за Центром культуры, народного творчества. На площади порядка 3000 квадратных метров появляется место для массовых гуляний. Сегодня на Аллее Славы уже установлены 8 бронзовых барельефов полевчан, героев Советского Союза. Постамент облицован гранитными плитами. В вечернее время объект будет подсвечиваться. Аллея Славы расположилась за памятником воинам Великой Отечественной войны, который в 2020 году был реконструирован. Тогда были установлены и 8 бронзовых книг с фамилиями участников войны из Полевского. Кроме того, учтено и другое пожелание жителей города – увековечить память полевских солдат, павших без вести. Отметим, что в 2023 году Свергловская область заняла первое место во всероссийском голосовании за объекты благоустройства по абсолютному числу отданных голосов и вошла в топ-5 по числу проголосовавших на портале Госуслуги. Свои голоса за объекты благоустройства отдали свыше 800 тысяч свергловчан. В общей сложности на выбор жителей было представлено 149 площадок.